что же у нас следующий аппарат на ремонте лежит это meizu модель точно неизвестно не включается под крышкой можем посмотреть что это за модель но суть в чем что нужно менять разъем не заряжается 95 процентов ремонта именно с этой проблемой чтобы открутить нужно вытащить слот разъема сюда какую-нибудь иголочку булавочку или специальный съемник ну или просто какую-то иголочку булавочку вытаскиваем и теперь здесь как у айфона пятигранная отверточка на самом деле вот в таких наборах обычно нет пятигранной звездочки есть шестигранные такие хочешь а пятигранных нет поэтому ее скорее всего нужно будет отдельно докупить но мы у меня есть и без нее никак так что отдельно можете купить или набор или специальная отверточка она идет для айфона в айфонах пятигранная и вот мейзу пошел почему-то по этой ложной дороге не знаю до какой цели это делается все равно можно купить нельзя так обезопасить от разборки все равно можно купить какие хочешь отвертки зачем усложнять жизнь сиди себе и людям на самом деле значит дальше открываем крышку я открываю можно это делать каким-то медиатором но я обычно это делаю ногтем мне удобно во первых они крепкие во вторых я просто чувствую ничего ли я не ломаю потому что когда делаешь это медиатором там или съемником невозможно почувствовать то есть я не слишком ли я туго захожу потому что можно так открыть у меня бывали случаи что экран трескался как-то открываешь такую заднюю крышку если она крепкая то может треснуть экран и это очень нехорошо для тех кто ремонтирует даже чужой аппарат поэтому очень не худ теперь нужно посмотреть что мы можем сделать чтобы добраться вот сюда это вот эта часть часть плата отдельная нижняя так по модели опять ничего не скажу открываем вот это вот откручиваем здесь уже просто обыкновенная крестовая отверточка маленькая поэтому откручиваем в стороночку сохраняем все не шестигранная крестовая маленькая отверточка все есть в наборчике поэтому обращайте внимание что хороший инструмент ну так скажем хорошим это такой вопрос растяжимый универсальный инструмент сюда нужно иметь да он вам все равно пригодится не только для того чтобы телефона ремонтировать в любой технике например вам нужно длинная отверточка по какой-то причине но вот есть обыкновенная у вас есть отвертка вот такая а что делать если вам нужно но очень длинная вот так вот я сделал такой переходничок вот так и это я обыкновенная трубка из антенны от приемника подобрал диаметр засадил сюда насадку и сюда она так сформировала шестигранник и теперь можно с ней работать если вдруг нужно вот такой разные головки потому что ну невозможно иметь все все длины тонких а бывает такая длина глубокая что но не залезешь обыкновенной стандартной но я пошел таким путем потому что вот здесь вот есть расширение под биту и все оно не залезет иногда бывает поэтому иногда приходится даже стандартный инструмент универсальный инструмент дорабатывать напильником я это люблю потому что у меня попадались трехгранные звездочки бывают и иногда их именно не трехгранник есть трехгранник есть трехгранные звездочки не всегда они есть так ну я открутил сегодня у меня что-то слишком много говорю и вот здесь есть еще одна в глубине винтик и пытаемся снять если получится вот эту заднюю часть так ну вот эту часть я снял здесь я так понял это часть с динамиком его в сторонку а часть с разъемом и вот от батареи есть разъем его отсоединяем что-то упало интересно обратите внимание и такой еще не сталкивался с таким от полу от полу от полу от полу от полу от ломался так что он просто от выпал но все равно я отсоединю шлейф от батареи шлейф который тянет питание на эту часть чтобы снять вот эту плату и посмотреть на нее как как же теперь быть как припаивать но этот разъем просто отпал то есть его отломали и от ножек и от крепежа все не очень хорошо сейчас будем смотреть увеличить или смотреть что можно сделать ну что же следующее что необходимо сделать это залудить залудить посадочное место и так сделать чтобы здесь был еще и остаточное освободить дырочки это улово отсосом разогреваете а ну и заменить весь старый припой обязательно наложить туда ваш новый потому что старый без свинцовый он появится при большей температуре будет проблема если вы это не сделаете ну и залудить нужно еще разъем сейчас покажу с этим не шутите обязательно если не получается залудить на столе то тем более у вас будут проблемы с тем чтобы залудить значит полчаса ковырялся пока не взял нож строительный и не почухал контакты так и не мог залудить желтого цвета они залуживаются если на столе не залудили то на плате тем более вы этого не сделаете ну что же я хочу поделиться как делаю я я залудил обе части на плате даже немножко лишнего оставляю на контактах лишний таким бугорком чуть чуть и теперь тонким паяльником сначала припаиваю контакты проверяю если все нормально если контакт есть проходит прозванивается контакт отсюда туда я разъем втыкаю прозваниваю на плату если прозванивается только тогда припаиваю корпус чтобы потом не было трудностей но сначала тонким жалом паяльником я беру тонкий паяльник с тонким жалом и на каждый контакт под увеличительное стекло поэтому не смогу вам показать но придется самостоятельно это делать под увеличительное стекло с очень тонким жалом чтобы он туда попадал поэтому пробуйте ну собственно все и если уже тогда контакт будет проверю тогда более мощным паяльником запаиваю контакты корпуса собираем в обратной последовательности и все вот собственно есть нюансы например проблема заглудить проблема вот сейчас попасть в тонкие контакты потому что тут впереди еще детали стоят но тонкий паяльник должен помочь и увеличительное стекло чтобы не жалом паяльника не сдвинуть рядом стоящие детали это будет проблема ну что же теперь мы можем после того как припаяли и уже припаяли и корпусные ножки я проверил контакт есть теперь просто вставляем назад в обратной последовательности здесь два разъема под них он так подставляется чик вставляем ставим все назад и пробуем пробуем подключить зарядное устройство чтобы определиться все ли нормально подается заряжается или нет пока вот так вот так вот просто подставляем подставляем и подключаем ну и будем смотреть была проблема сейчас увидим так есть у меня зарядное устройство что основное основной совет пользоваться хорошим кабелем если кабель уже чувствуете что когда-то подключает когда-то нет выкните он стоит 1 доллар там в сети розетка какую-нибудь так пикнул дернулся загорелась сейчас что-то покажет ло батареи подождите немного для включения будем ждать будем смотреть как он не знаю где у него включение пока он ничего не показывает почему-то нет у него функции показывать наверное сколько процентов не знаю как его заставить проценты показывать пока показывает просто ну в любом случае оставляем смотрим как он будет себя вести дальше и собираем в обратной последовательности как видим это не сложно есть определенные трудности с выпайкой иногда бывает сложно подпаять мелкие для этого нужно увеличить на стекло тонкий паяльник не всегда это просто сделать особенно если плохо залудился контакт ну все там уже мучение ну если все правильно сделали залудили с запасом этот запас потом соединит как раз хороший будет контакт на этом все так и не смогу пока сказать что это за мезу не смог не смог найти название ну если включится тогда посмотрим все то и то и все в то и все и и и и и и и и и